Друзья, подписывайтесь обязательно на канал, и сейчас я вам расскажу, что такое заниматься девушками или девочкой, девушкой. Вот у меня появилась одна знакомая, Виктория, вот ей где-то около 25 лет, ну 22, может 23, наверное, все-таки 24 или 25. Вот, и в общем-то получается у нее нет ни работы, никакой родители ее бросили, вот она живет отдельно, то есть жить ей тоже негде было. И так случайно познакомились, мы в парке на лавочке сидели, точнее говоря, на урожае, на этом повороте, где мединститут, как раз познакомились, вечером уже было темно. И она говорит, мы не нигде житы, не, ну это правда, я тебе так и рассказываю, мы встретились с ней первый раз там случайно, на этом повороте. И она говорит, мы не немае житы, життя немае, ну типа негде жить, да, негде, говорит, жить. Ну я говорю, ну ладно, говорю, идем ко мне домой, на квартиру. Она говорит, хорошо, да, все, она еще, у меня, я как раз тогда ехал еще на машинке на своей, на микроавтобусике. Я говорю, бросай свой чемодан. Да, у нее такой чемодан, была и сумка, бросила она мне в будку, и мы подъехали домой ко мне туда, ну на вишенку, на квартиру. Я говорю, ну ладно, говорю, вон, ляг на кровать, лежи, а я поехал к себе на другой дом, потому что я же не могу с ней в одной комнате ночевать. Вот, я же ее не знаю, вообще опасно, с чужим человеком. Вот, ну и так получается, мы вот познакомились с Викторией, да. А сейчас я вам расскажу, да, вы, конечно, хотите уже выключить канал, переключаться, да, но вы не переключайтесь. Да, слушайте, сейчас пойдет интересная тема, все только начинается, разгар. Вот, вот, Ира, так и слушай, вот я уже смотрю, она у меня уже почти полгода живет, а то и год. Вот, у нее нет никаких дел, никакой нет работы, ничего нет, она утром проснулась себе, лежит, играет в игры на телефоне. Вот, и, ну так поедет там в свое село, к родителям там на пару дней, там на недельку приедет, туда поедет, назад приедет. Да, ну, рассказываем дальше, да, Ира. Вот, и получается, что у нее, понимаешь, у нее нету никакого дела. Это как компьютер, у которого нет Windows, да, он хороший, классный компьютер, да, она хорошая очень девушка, все. Но у нее, как бы, нету, что делать, ей нет плана, плана нет. В смысле, они такого же курят? Да, да, поэтому она не знает просто, что, что делать, да. Поэтому ней нужно заниматься, понимаешь, это нужно так. И вот, просто мне надо переехать к ней, да, и жить там с ней. Да, утром мы просыпаемся, и я ей говорю, Вика, делаем то, или делаем то, или там вот сказать так, иди на базар, купишь редиску, огурцы, помидоры, лук зеленый, морковку, картошку, допустим, да. Типа так, типа сказать, как будто рабом будет, да. Вот, например. Вот, и понимаешь, чтобы, понимаешь, надо ее загрузить. Загрузить работой какой-нибудь. Да, а мы рабом, что ли? Что? Не, ну, что с рабом? Во-первых, рабы, рабы очень хорошо все имели. Кстати, идем, Ира, туда. Вот, понимаешь, и поэтому ее нужно, понимаешь, как бы сказать, работой обеспечить. Так сказать, бесплатной работой. Ну, или платной работой, да. Вот. Допустим, вот я ей говорю так. Вот я там себе лежу на кровати там, и говорю, Вика, завтра ты утречком просыпаешься, одеваешься, берешь тачечку. Ну, и мы даже можем вдвоем, мы идем с тобой на базар. Купим, значит, бери, пиши. А, может быть, писать, да, надо еще. Не знаю, как бы, пиши, говорю, бери ручку и пиши. Редиску 2 кило купим, или даже 3. Огурчики 2 или 3. Помидорчики 2 или 3. Апельсины 4 можно. Киви можно тоже килограммчик от 4 взять. Подожди, Ира. Киви. И вот у нее есть план. Вот у нее есть уже, считай, план. Огурчики, помидорчики, редиска, лук зеленый, да. Нет, в этом-то и суть, что не может. Почему не может? Потому что нет мотивации. Нужно, так сказать, пендель такой, как говорится, давать человеку. Пендель. Пинок. Пинок. Человек без пинка, как планета Земля без Земли. Человек без пинка без пенделя, как планета без Солнца. Понимаешь? Типа. Это как, например, без пенделя человек. Это как машина без бензина или без мотора, без колес. Вот. Самое главное в жизни пендель-пинок. Или можно сказать толчок. Толкнуть, например. Но толчок это раз. А пендель можно каждый день давать. Слышишь? Вот. И получается, это ее, так сказать, пинок. Иди на базар, да. Потом, когда придем, уже полдня пройдет, правильно, Ира? Сейчас же полдня пройдет. Да, уж с вишенки будем идти. Вот. Полдня пройдет. Потом полдня, пока она еще все это замутит. А еще сколько надо времени прочитать, как это все приготовить. Понимаешь? Это же не то, что ей 50-60 лет, что она уже старая знает, все умеет. Так же? Мудрая, так сказать. Ей еще нужно научиться. Начитаться в каком-то сайте. Почитать, как готовить все, что делать. Вот. Почитать. И готовить начинать, да. А я еще пока буду снимать видео. Как она готовит, да. Допустим. Вот. И так, считай, день прошел. Хорошо, счастливо, да. Допустим, потом на следующий день я ей скажу, так, а завтра мы едем на шашлык. А потом мы едем в лес, да. Так сказать, загрузить ее работой. Работой. Кушать, готовить, на базар сходить, в лес ехать. А что же, считай, как работа, в лес ехать? Например. Да, можно даже тут три наклеить. Вот. Загрузить вот, вот. Понимаешь, просто, что у нее как бы нет стимула жить. Она хочет, чтобы ей давала такое дарить? Не, ну, может, она не хочет, чтобы я давал, конечно. Может, она хочет, чтобы кто-то другой дал. Вот. Допустим. Так же самое, как я тебе, Ира, сказал бы. Да, ты хочешь, чтобы я тут целый день с тобой ошивался. Да, ты скажешь, не, не треба, да. Так же самое она. Поэтому просто нужно, чтобы кто-то занимался, понимаешь? Вот. Чтобы кто-то занимался. Да вот лучше вот на тот перец надо было. Вот. Ну, вот на тот. Да, и поэтому, так, продолжаем разговор. Наш, слушайте, друзья, обязательно. Вот. Нужно человеку давать какой-то, как бы сказать, стимул такой. Это не только она, это так большинство людей. Это, Ира, большинство людей даже. Даже вот, Марину возьмем твою, да? Считай. Тоже. В жизнь у нее скучная, возможно. Возможно. Просто, что я уже 5 лет не видел даже, 6-10. Вот поэтому. Допустим. Поэтому, как бы сказать, и у нее может быть скучная жизнь. Вот. Поэтому это так, знаешь. Нужно, чтобы был план, чтобы был четкий план. Человек утром проснулся. И самое главное в этом плане, да? Чтобы он каждый день был интересный. Ну, чтобы интересно. Чтобы хотелось скорее уже утра. Потому что что-то будет интересное. Например, Ира, да? Допустим, я тебе говорю, Ира, завтра едем, например, на море. Тебе как будет это интересно? Вот. Чтобы у тебя энтузиазм был. Чтобы ты говорила, скорее, вот на этот вот, да. Чтобы энтузиазм был, да? Допустим. Я тебе говорю, едем на море, все, тебе сразу станет легче. Лучше, да? Как-то. Вот. Он может туда пойти. Да, давай туда сейчас еще, ладно, пойдем. Да. Чтобы было как-то интересно, понимаешь? Допустим, на море. Потом еще куда-нибудь, да? И так нужно, чтобы было, чтобы все время интересно. У нас был. Чтобы с каждым днем казалось, завтра что-то интересное. Завтра что-то интересное. А не так, как повседневная жизнь одна и та же. Одно и то же, одно и то же. Вот. Так, ну что, выключать запись или еще что-то поговорить в камеру? Еще что-нибудь поговорить. Доклеила, наверное, раньше, вчера. Угу. 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 Продолжение следует...